Уважаемые друзья, со многими мы сегодня уже виделись и можно сказать что это у нас для высшей школы журналистической медиакоммуникации большой медиа день потому что была большая встреча в актовом зале института экономики управления финансов сейчас более профессиональная более узко профессиональный как вы видите из темы как изменилась журналистика и если у нее будущее встреча со студентами направлении телевидения и журналистика генерального директора телекомпании russia today алексея львовича николова аплодисменты николова я вот неправильное ударение поставил и приношу извинения значит хочу напомнить что эти встречи проходят в рамках проекта открытое общество который реализуется в нашем университете при непосредственном патронаже управление отдела управления репутацией репутационного маркетинга центр перспективного розетика фу почему это очень важно потому что работа идет системная кто мог уже на каких-то наших встречах был хотя они в основном были летние мы хорошо с теплотой вспоминаем встречу с и лаваном которые рассказывали об очень особенной такой своей деятельности в севере журналистики а пранк журналистики хотя в общем достаточно полезной для многих практикующих журналистов оба не позволяет доставать информацию из первых уст тогда когда первого станчу говорить не хотят честно и все-таки сейчас тема у нас более чем актуальны она звучит почти на каждых встречах в нашем шоуруме в нашей мастерской на других площадках где собираются молодые журналисты и телевизионщики те кто хочет этим заниматься и те кто стоит перед выбором как сегодня видится журналистика и куда она трансформируется если вы чу вам слова да конечно хорошо есть микрофон давайте сначала немножко поговорю о том что заявлено в качестве темы потому что действительно это актуально это действительно многих волнует а потом лучше у меня там задаете вопрос или может быть я что-то расскажу о том как артист создавался дуть какие-то такие профессиональные вещи значит этот вопрос действительно о том если будущую журналистики его задают все и меня он тоже очень волновал и до сих пор волнует но у меня на него есть свой ответ правильный или нет время покажет да у журналистики есть будущее и вот почему если вспомнить почему вообще родилась журналистик откуда но все взялось то я думаю что тут наверняка многие проходили что первые газеты это где да совершенно верно венеция шестнадцатый век там середине 1550-е годы это листочек оберточной бумаги так что это достаточно известная история в том числе и название монетки за которую продавали газета 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 она называлась откуда слово и пошло маленькая монетка чуть менее очевиден вопрос а почему вдруг люди стали готовы платить деньги за информацию на самом деле это не очень логично на информация вот так как она существует в венеции базар был конечно был как и везде на базаре любая новость существует конечно вам нужно что-то узнать она с кем вчера пошла а чего кто с кем вчера подрался на базаре вам расскажут все почему вдруг оказывается что за информацию кто-то готов платить деньги чем эта информация отличается от той которая на базаре тут за базар отвечают а на базаре никто за базар не отвечает а почему это стало важно именно в венеции потому что торговая республика потому что это республика которая маленькая республика чуть больше чем сейчас венеция но тем не менее чем провинция венето но тем не менее это маленькая республика которая стала невероятно от богата просто фантастически богата за счет торговли и вдруг оказалось что для торговли опять опять все кто-то кто те кто был на первой лекции я уже не случайно об этом говорил я буду все время это повторять ищите деньги практически всегда когда мы ищем почему что-то происходит первое что стоит ищите деньги может быть кто-то помнит старый американский фильм про спортивного агента джерри магуайр вот этот персонаж который все время повторяет эту фразу show me the money где здесь деньги вот деньги почему потому что в торговой республике достоверность точность информации внезапно начинает сказываться на кармане по какой по какому курсу меняют нынче пиастры в меняльной лавке что привез купец из китая вам на базаре скажут на вроде он привез чай а меняют вроде один к двум если вы поверите информации с базара то вы на этом можете потерять деньги значит может быть есть смысл заплатить эту маленькую монетку но получить информацию как за которую кто-то отвечает вот на мой взгляд вот это то как возникла сама идея информации за которую можно брать деньги неважно каким способом она вам доставляется на бума напечатанные на бумажке посредством кабельного канала посредством платной подписки в интернете если кто-то отвечает за базар значит за это стоит заплатить и так оно развивалось и вот этот вот механизм отделение новостей достоверных от недостоверных формировался сотнями лет понятно что общество выработало определенные механизмы выработало определенные рефлексы а вот это качественная газета сначала вот эта газета потом это качественная это это желтая газета значит я хочу узнать про то как чем сейчас занимается ким кардашьян или не родилась ли где-то кошка с пятью лапами это в газете sun типичная самая желтая газета великобритании я хочу узнать что реально происходит во внешней политике это в the times ну насколько это работает сейчас это вот я как раз сегодня немножко говорил на самом деле это работает уже не всегда тут очень сильно съехали стандарты но в том числе потому что это связано с вопросами владения никто не помнит кто кто владелец of the sun такой акула такого желтого всего тот человек который учредил все время и sky руперт мердок ну слышали наверняка такую фамилию австралийский медиамагнат который который был причастен и к созданию медиа империи в америке и так далее вот он владелец он был владельцем и news of the world которая потом закрылась проигра судебный процесс но это такой король желтой прессы это такой как мне казалось довольно простой вопрос менее простой вопрос а кто нынче владелец times вы не поверите тоже руперт мердок только об этом знает гораздо меньше людей если не покопаться если не интересоваться этим то об этом и британцы вы спросите среднего британца он не знает что на самом деле самой желтой газеты и воплощением качественной прессы владеет один и тот же руперт мердок человек которого там условные левые демократы в британии ненавидит больше чем америк в америке демократы ненавидит трампа но несмотря на это в целом вот модель как-то работала вот вот люди привыкли вот здесь вот отсюда мы получаем достоверную информацию и здесь вокруг этого образуется целая экосфера журналисты профессиональные ассоциации профессиональные стандарты профессиональное регулирование которое существует параллельно судебному регулированию правовому регулированию но она тоже существует там человек может лишиться лицензии за недостоверную информацию или человека могут там исключить из союза журналистов из гильдии а вот тут вот информация которая с базара а тут произошла революция я не случайно сегодня все время определяю это слово это очень важно потому что прилетел черный лебедь и поломал все законы или огромное количество законов которые существовали до этого вот появление соцсетей баннера обменников мессенджеров это революция это черный лебедь и внезапно то что раньше было привилегией только тех кто издает газету или выпускает радио как радио или выпускает телеканал вдруг стал доступно всем это произошла на самом деле удивительная вещь для того чтобы что-то создавать какой-то сми нужно было вкладывать деньги и с каждым проявлением каждого нового типа сми этих денег нужно было вкладывать все больше значит вы хотите издавать газету вам нужно худо-бедно нанять какую-то редакцию приобрести сначала печатный стол потом целую типографию потом нужно издательство чтобы значит нужно в какой-то приличный вид привести ты эти статьи там с их сверстать потом напечатать сброшировать и потом разослать служба распространения дальше появляется радио и это еще дороже потому что редакционная часть ну как минимум не дешевле издательская часть то есть всякое железо это студии это радиоприемники распространение это все безумно лицензии это и дальше появляется телевидение это еще намного дороже да вот еще появляется этот порог входа на рынок телевизионные студии огромная команда редакционная и из поддерживающие гримеры осветители художники безумное количество людей студии стоит намного дороже железо в них стоит намного дороже распространение сигнала стоит намного дороже сначала через релейки потом через спутники потом появляется интернет появляется сеть 2.0 и вся эта стоимость этого для того чтобы завести свой видеоблог какая редакционная команда вам нужна сколько человек один какой вам нужна студия как вот он вот он я сижу вот она моя студия в лучшем случае какой-нибудь фон себе нашел какой вам нужна система распространения доступ в интернет бум то что было доступно для того чтобы зайти на этот рынок нужно было набрать денег в кредит найти себе издателя найти себе продюсера найти себе какую-то громадную компанию которая вам построить студии который заключит контракты со спутниками которые с кабельными операторами бум один человек сидит выкладывает это то что бы происходило у меня на глазах это было невероятно смешно там 20 лет назад человек выкладывает какую-то совершенно шизофреническую картинку как какой-то чумазый мужик сидит и тренькает на балалайке и она набирает 10 миллионов просмотров а тут целая редакция сидит редакторы авторы корректоры метранпажи такое слово наверное уже никто не знает наборчики отдел распространения отдел продажи рекламы и гордо говорят у нас тираж 200 тысяч а тут человек вообще ничего не потратив выкладывает сумасшедшего это нам стали происходить вещи которые было невозможно объяснить потому что это было непредсказуемо непредсказуемое явление его не было оно было непредсказуемое и беспрецедентное и вот в этой новой реальности стали возникать вот те самые миллиарды источников из которых выбрать используя старый опыт разделить на достоверное и недостоверное большинство людей не смогли потому что у них не было этого исторического опыта исторический опыт в обществе накапливается постепенно исторический опыт деления на СМИ и не СМИ на качественные СМИ деловые СМИ и желтую прессу деление на ту газету или тот телеканал или ту радиостанцию которая вам близка и которая вам не близка это все накапливалось десятилетиями а то и веками вдруг пришла новая реальность и все поломалось и поэтому совершенно естественно возникает вопрос слушайте ну вот мы традиционно сидим вот мы тут чего-то изучаем там какие-то какую-то античную литературу зарубежную не знаю их до сих пор изучают наверное журналистское мастерство какую-то философию какие-то безумные предметы после этого приходит какой-то блогер какую-то фигню пишет еще и неграмотную и набирает свой миллион просмотров и поэтому массово если раньше говорили же хочу в космонавты там в 90-е годы дети писали хочу в бандиты а сейчас кого не спросишь кем ты хочешь быть я хочу быть видеоблогером я хочу быть бьюти-блогером я хочу быть тревел-блогером ну как завидно же вот же есть понятно что никто не видит историю неуспеха но те кто вот выстрелил кто попал нащупал вот эту эту самую заветную черту как-то интуитивно за счет каких-то своих талантов порой пишет-то плохо снимает-то так что руки трясутся так и хочется человека спросить ты с похмелья или ты себя считаешь Ларсом фон Триером что у тебя камера трясется а почему-то вдруг его смотрят и это такое вот взаимное проникновение между идиотом-блогером и идиотской аудиторией которую он тебе находит и культивирует вызывает страшную зависть потому что ну рад оказывается ничему не надо учиться нужно быть просто идиотом и оно вот получится напугав вас таким образом я точно так же в свое время напугал себя поэтому я вас веду по тому пути по которому я уже прошел я пришел к выводу что нет все не так страшно именно потому что мы столкнулись с черным лебедем мы столкнулись с новой реальностью но мы ее сейчас перерабатываем как общество пока не до конца переработали но потребность в этой верифицированной верифицированной информации есть она объективно возникает а это значит что вот у нас с вами на глазах и в значительной степени я думаю при вашем участии будет происходить вот этот процесс конечно ускоренный он не будет идти веками как он шел с 16 века по 20 но он будет происходить некоторое время и это будет иногда обидно слушайте мы тут вот стараемся мы тут делаем такие ну мы такой эксклюзив достали появляется какой-то аферист какую-то фигню пишет или берет там себя изображает каким-то знающим человеком и вдруг на него какие-то идиоты кликают это очень активно используется традиционными конвенциональными СМИ возможно кто-то из вас следил за событиями в Сирии но сейчас они так немножко ушли на задний план но несколько лет назад в Сирии это было наверное одной из главных если не главной темы международной политики и RT мы в этом смысле очень к ним серьезно относимся потому что у нас очень сильный арабский канал у нас есть люди сирийцы работают в Ньюсруме то есть у нас мы к этому к качеству и достоверности информации из Сирии мы относились и относимся очень серьезно но вот мир ну например там BBC периодически CNN там иногда Deutsche Welle регулярно пользовались ссылались на источник который назывался Сирийская обсерватория по правам человека ну понятно вот у вас нет своего корреспондента ну вы же можете сослаться на агентство на которое вы подписаны да или вы можете сослаться на некоего ньюсмейкера местный житель такой-то сказал а тут не то что один человек а прямо целый вот целый какой-то новостной какой-то образование целая новостная организация под названием Сирийская обсерватория по правам человека И они из раза в раз Вот про белые каски Они там улюбили Рассказывают о том, как белые каски спасают От кровавого аса Ну и так далее Скажите, пожалуйста Кто-нибудь угадает Сколько человек работало В Сирийской обсерватории По правам человека Это было сколько людей У нас работает сейчас Допустим, три с лишним тысячи человек На всех языковых версиях На BBC работает больше 20 тысяч человек Ну понятно, что В Рейтере, допустим, работает Штатных, ну допустим, тысячи Сирийская обсерватория По правам человека, это сколько человек Один Это был один человек Который сидел Неподалеку от Лондона Который 20 лет не был в Сирии Который не мог сослаться Ни на одного своего автора Ну когда вы спрашивали Откуда информация Потом, когда вот эта история выяснилась Говорит, а у меня сеть информаторов Ну назовите хоть одного А они скрывают себя Они опасаются То есть наши журналисты По которым стреляют У нас, кстати, погиб один журналист Аль-Хаттаб Он Халит Аль-Хаттаб Он погиб в Сирии У нас такой небольшой мемориал На канале есть при входе Они не боятся А вот его Ну в конечном итоге Это все была Одна огромная большая липа Но в течение лет Год за годом Мировые СМИ Эту липу радостно хавали Ну не просто так А потому что Эта Сирийская обсерватория Давала Международным СМИ Мейнстримным Именно ту информацию Именно то освещение Которое им хотелось Получить То есть она их кормила Вот Создавала им ту самую эхокамеру Ту самую зону комфорта О котором мы говорили сегодня И люди прекрасно Радостно Ссылались на эту самую Сирийскую обсерваторию По правам человека Которая не имела вообще Это была абсолютная липа Мне нравится слово липа Я не люблю слово фейк ньюз Есть хорошее русское слово липа Липовые новости У меня даже мои иностранные студенты Я читаю лекции У меня даже мои иностранцы Теперь радостно Произносят термин липа ньюз Я очень горд с тем Что я внес такой вклад В международную терминологию Да Это Очень тяжелый процесс Но я верю в то Что он происходит Потому что в конечном итоге Все равно происходит Процесс Он идет Все равно есть Мыслящая часть Общества Так вот условно ее назовем Которая все равно Потихоньку Ищет Достоверную информацию Которая все равно Оно отделяет Липа ньюз От настоящих новостей И вот это Именно то Ради чего СМИ существуют Ради чего Они на мой взгляд Будут продолжать Существовать Это то Почему На мой взгляд Они выживут Потому что этот процесс Это неприятно На это смотреть Это обидно иногда Ну что ж Наши Мне это На это очень обидно смотреть Когда я знаю Что у нас какой-нибудь Мухаммед Альтурия Просто под обстрелами Сидит И для того Чтобы выдать оттуда Достоверный репортаж Потом приезжает Какой-нибудь Стив Розенберг Из BBC И из Львова На фоне Львовской кофейни Рассказывает Какую-то абсолютную Просто Запредельную Какую-то Чушь И это Ну как же BBC Но Это Это очень медленный процесс Но я верю в то Что этот процесс Происходит Вот Вот поэтому Вот то самое главное А вот Сейчас у вас будет возможность Задавать вопросы Вы зададите вопросы Я зацеплюсь Еще что-нибудь Буду рассказывать Но вот это то Что мне было очень важно До вас донести Потому что я понимаю Что люди Которые приходят в журналистику Приходят учиться Журналистике Они на сегодня В общем В значительной степени В растерянности А чему я учусь Это кому-то будет нужно Ну вот Я верю Что вот как раз Вывод сейчас в хорошем В этом смысле поколении Что вы как раз Вырастете профессионально Укрепитесь Обрастете мясом немножко И станете Такими Бойцами-хищниками Как раз к тому времени Когда вот это Этот спрос На хорошую Качественную журналистику Опять пойдет на подъем Вот А теперь давайте вопросы Спасибо Спасибо Ваши аплодисменты И Сессия вопрос-ответов У кого есть вопросы Давайте знать О И микрофон Я в зал буду отправлять А да Пожалуйста Только вот пока Микрофон там доходит До первого вопроса Знаете Вот вы Несколько раз повторяли Термин Революция По определению Ну во всяком случае Классиков революционного движения Если есть революция То она должна завершиться Контрреволюцией С вашей точки зрения Что станет той контрреволюцией Которая Положит конец Вот этой в том числе Информационной вахханалии Отчасти С одной стороны Счастье огромное Что такие возможности С другой стороны Та вахханалия Про которую Вот вы сейчас рисовали Достаточно образно Картину Что Что должно Сломаться В обществе Чтобы Оно снова Истребовало Максимально быстро Верифицированную Качественную Профессиональную Информацию Будем только за информацию Говорить Да Я говорю только Про информацию То чем я занимаюсь Я Во всем остальном Разбираюсь Так поверхностно Ну нет Я не думаю Что должна наступить Контрреволюция Это Не политическая революция Это революция От того Что возник Двигатель Внутреннего сгорания Которая тоже была Маленькой революцией В технологии Никакой контрреволюции Не наступила Просто потом Наступил Появление Реактивного Двигателя Но Никакой Контрреволюции От этого Обратно С телегой Никто не пришел Поэтому я не думаю Что там Будет контрреволюция Будет что-то Другое Ну Я Могу Представить Себе Что может быть Другой Но это страшно Но я вам скажу До сих пор Все Включая Даже Вот эту Произошедшую Революцию Основывалось Начиная с пещер Основывалось Всего-навсего На трех Способах Передачи информации Образ Звук И текст Это в порядке Возникновения Сначала Для того Чтобы объяснить Что Вон там Тигр Можно сказать Или можно Нарисовать его На потолке Как в Альтамире Или как У соседей У Башкир В Шальгантаже Потом Возникла речь Можно сказать Слово Тигр Тигр придет Скошает Уходи И потом Появилась Письменность Появилась Можно написать Слово Тигр И подсудить И вот Эти три способа Вот как были Так и есть Ничего нового Больше нет Какими бы Способами Вот способ доставки Да Революционный Абсолютно Сеть 2.0 Но это все равно Все то же самое Там будет Или текст Или там будет Картинка Неважно Статичная Или динамичная Или там будет звук Или комбинация Этого всего Возможен ли Четвертый Способ Доставки Информации Вот Если это Случится Вот это Будет Следующая Революция Как это Будет выглядеть Я не могу Себе Представить Потому что Это Что-то Что-то Что должно Попадать Непосредственно Вот туда В виде Чего-то Что я себе Не могу Представить Я просто Себе Логически Я себе Понимаю Что Это Наверное Теоретически Возможно То Что Разные Люди В разных Странах мира Пытаются Что-то С этим Придумать Это Я знаю Из разных Утечек Потому что Я очень Это тема Которая Меня очень Интересует И эти Утечки Появляются Насколько Они Продвинулись Я Не знаю Вот Это То Что Может Это Я Не Исключаю Что Это Я При своей Жизни Не Увижу Это Слишком Сложная Задача Но Я Не Исключаю Что Вы При своей Жизни Увидите Как Появится Технология Как Нечто Будет Попадать Непосредственно Туда И Формировать Непривычный Там Зрительный Образ Или Текстовый Образ Или В виде Какой-то Концепции Или В виде Какого-то Сочетания Не понимаю Как Это Будет Но Это Возможно Вот Вот Это Единственное Что Я Вижу Что Может Быть Следующей Действительно Революцией Вот Но Это Так И Фантазия А так Вот Есть Сеть 2.0 Есть Неограниченное Количество Есть Доступ К Неограниченному Количеству Новостей Вам Существует Помимо Того Что Существует Ограниченное Количество Времени 86400 Секунд Не все Из них Вы И Существует Еще Ограниченное Количество Источников Которые Вы Вообще Способны Физически Воспринять Еще Хотите Воспринять Как Социально Близкие И Помимо Всего Прочего Еще Существует Ваше Ограничение Того Что Вы Можете Переварить Это Очень Ограниченное Что Вы Хотите Переварить У Вас Есть Уже Какой То Набор Набор Убеждений Что То Вы Просто Отвергаете С Порога Нет Ограничений По Времени Нет Ограничений По Месту Доставки На самом деле Если Сейчас Я Переду Обещал Вопросы Но Просто Интересная Вещь Вот Смотрите Что Такое Информация Что Такое Новости Они К Вам Приходят Вот В любом Месте Где Вы Находитесь В любое Время Каждую Секунду То Есть Можно В этом Смысле Можно Сказать Что Они Вездесущие Значит У нас С вами Есть Одно Свойство Вездесущие Кроме Того Как Я Тоже Сегодня Говорил Новости Стали Всезнающими То Есть Практически Нет Того Что Является Абсолютным Секретом NSA АНБ Считало Что Они Знают Все На Свете Единственный Секрет Что Они Знают Все На Свете Появился Сноуден Это Тоже Перестало Быть Секретом Всезнающий И Сила Информации Не случайно Говорят Про Информационные Войны Информационное Нападение И так Далее Сила Такова Что Информация Не обладая Никакими Физическими Свойствами Как Б Способна Обрушить Государство Уничтожить Экономику Довести Человека До Самоубийства То есть Убить Человека Натравить Одного Человека На Другого Всесильные А вот Теперь Ну Только Это К Молодому Поколению Вспомните Пожалуйста Не было ли В истории Человечества Сущности Которая Характеризовалась Словами Вездесущий Всезнающий Всесильный Это Определение Существенных Черт Бога По Августину Блаженному То есть Мы с вами Как человечество Своими руками Создали Искусственную Сущность Которая Обладает Явственными Признаками Божества Вот Что с нами Произошло Ладно Давайте Вопрос Спасибо Вопрос Пожалуйста Здравствуйте Студент Четвертого Курса Салихудин Франат Марселевич Журналистика Национальная Вопрос Такой Мы все С вами Знаем Что Смотря На Сегодняшнее Событие Журналистика Сильно Сильно Изменилась И Некоторые Журналисты Боятся Что-то Писать О сегодняшней Ситуации Потому что Знают Что Вы скажете Не так И Будем Откровенно Закроют Как вы К этому Относитесь Я Я Лично Вообще За то Чтобы Было Как Можно Больше Возможности Я Вообще В идеале За то Чтобы Было Абсолютно Все Ну там За исключением Таких Вещей Которые Я думаю Что Можно Считать Общепринятыми Запретов Типа Рецептов Как Изготовить Оружие Рецептов Как Изготовить Наркотики Вот За Этими Исключениями Я Лично Вообще Считаю Что В идеале Это Должно Быть Свободное Состязание Мнений Если Вы Говорите Про Именно Конкретный Тот Момент В котором Мы С вами Видимся Это Ненормальный Как Б Нестандартный Момент Понятно Что Мы Находимся В середине В общем Переломного Какого-то Момента В истории Страны Да и мира Может быть Дай бог Все это Закончится Тем Заканчивались Все конфликты То есть Каким-то Миром Каким-то Или иным Способ До сих пор В истории Человечества Все заканчивалось Так Столетняя Война Шла От нее Было ощущение Что она Не может Кончиться Смотрите Сто лет Это Рождалось Поколение Умирало Второе Поколение Умирало Третье А война Все идет Люди Не представляли Себе Что может Быть По-другому Она Тоже Закончилась Тридцатилетняя Тоже достаточно долго Тридцать лет Это больше Чем большинство Из вас Живут на свете А уж Помнит себя Точно меньше Ну чем Может Закон Вот они Все Непрерывно Воюют Воюют Друг Ничего В итоге Наступил Вестфальский мир И даже Как-то Более или менее Установилась Та структура В Европе По которой Европа Потом жила Скоро Четыреста лет Значит Ли это Что То что Происходит Сейчас Закончится Так же Ну я Надеюсь Что да Но с другой Стороны Летают Черные Лебеди Сказать Что Нет варианта При котором Все это Закончится Совсем Плохо Ну я Не могу Я не стал Бы это писать В статье Опять таки Если бы Меня попросили Потому что Я не был бы Уверен Что Это будет Воспринято Адекватно Не будет Выдернуто Из контекста В аудитории Даже вот В сегодняшней Утренней лекции Я бы это не стал Говорить на большую Аудиторию Не обязательно Профессионально Подготовлено Но Мы же с вами Журналисты В той или иной Степени Мы обязаны По крайней мере Открыто И Назовите это Здоровым Профессиональным Цинизмом Смотреть на разные Варианты Это Часть профессии Понимаете Когда хирург Достает Нож И начинает Незать живого Человека То Если это не хирург То мы говорим Что это Мясник Варвар Убийца А для хирурга Это часть профессии Когда Вот умер Горбачев С какой скоростью Появились Эпитафии Эти самые Некрологи Конечно Это Для обычного Человека Это выглядит Вот как Как ножом Подкнуть Живого То есть Как это так Человек Живый Ты что Ему Смерти Желаешь Нет Но это Часть Нашей Профессии Это Выглядит С точки зрения Обычного Человека Это выглядит Нравственно Как-то Неприятно А мы А мы Если Вы Редактор Некой В СМИ Если У вас Незаготовлены Некрологи На всех Минимально Заметных Людей А уж Особенно Людей Которым За 70 Вы Вы Просто Непрофессионал И Можно Сколько Угодно Говорить Ну Как же Так Про Живого Человека Мне Одна Много Много Лет Назад Одна Студентка Сказала Ну Как же Так Мечты Жим Эти Мысли Жим Могут Материализовываться Вот Вот В этом Смысле Я Честно Говорю Что Вероятность Того Что Вообще Все Будет Совсем Плохо Потому Что С разных Сторон В общем Есть Вероятность Того Что Один Человек Сделает Что-то Неадекватное Потом Другой Человек Вместо Того Чтобы Сделать Шаг Назад Скажет Ах Ты Так А я Тогда Все Может Быть Не Произнося Вслух Что Может Быть Может Быть Все Но Это Все Так Какой-то Совсем Совсем Крайний Вариант А При Более Менериальных Вариантах Все Равно Как-то Мы Договоримся И Я думаю Что Это Не Будет Дальше Будет Вяло Текущая Стадия Когда Будут Друг Друг Обвинять И Так Далее Ну Просто То Что Происходит Сейчас Это Нетипично Нельзя Как Мне Кажется Неправильно И Некорректно Сегодняшнюю Ситуацию Экстраполировать На Обстановку Вообще Ни в Стране Ни в Мире Потому Что Да Мы В середине Это Не Называется Война Но Понятно Что Это Военные Действия Ну Давайте Не Будем В Эту Дискуссию Начинать Знаете Хотя Почему Мы Уже Кстати В Большом Зале Об этом Говорили Я Тоже Одного Из Вопрошавших По Этому Поводу Немножко Остановил Вы Не Знаете Что Такой Война Вы Терминами Вы Журналисты Вы Очень Аккуратно Работаете Если Не Мы То Никто Не Сможет С терминами Работать Аккуратно Настоящая Война Это Ни Одного Мальчика В этом Зале Это Полная Тотальная Мобилизация Это Военное Положение Это Совершенно Другие Условия Жизни Это Совершенно Другие Правила Введения Боевых Действий Это Совершенно Другие Правила Введения С Совершенно Верно Если Вы Как Журналист Условно Говоря Пишите Нет Вообще Это Война То Это Значит Что Вы Свой Статус Как Журналиста В данном Случай Откинули То Вы Не Можете Считаться Журналистом Вы Как Журналист Должны Отвечать За Базар А Слово Война Имеет Абсолютно Четкую В том Числе Юридическую Асс Да Юридический Аспект Это В частности Вот Если Говорить О том Взаимоотношении С мирным Населением Это Какие Какие Нормы Гуманитарного Права Применимы К состоянию Войны Они Не Такие Как При Специальной Военной Операции И Это Как раз То Что Вы Говорите Не Воспринимите Это Как Наезд Пожалуйста Это Я просто Вас Использую В данном Случае В качестве Примера Вот Некий Человек Который Еще Не Журналист Но Уже Очень Точно Знает Что На самом То Деле Мы То Все Понимаем Это Мы Между Собой Можем Говорить А Вы Начинаете Это Вы Это Пишите В газете Вы Это Произносите В репортаже И Вы Таким Образом Это Как Вы Делаете Официальным Даже Если Вы Не Работаете В Правительственном СМИ С Точке Зрения Аудитории Раз Говорит Значит Знает А Выясняется Что Вы Этого Не Знаете Потому Что Действительно Значит Война То Есть Мы Можем Сейчас Наши Войска Могут Могут Забирать В Лагеря Мирное Население Есть Вполне Понятные Нормы Гуманитарного Права Есть Правила И Обычай Войны И Они Прописаны В Женевской Конвенции Еще В целом Ряде Документов Вот Это Как раз Пример Хороший Пример Спасибо За него Как раз Очень Хороший Пример Того Когда Кажется Что Просто А На самом деле Просто На базаре Если Вы Себя Считаете Частью Базарной Информации То Тогда Вы Не Претендуете На то Что Вы Журналист И Это Касается Абсолютно Всего Это Касается Научной Литературы Научной Журналистики Что Несут Люди Которые Не Понимают Какой Иногда Абсурд Читают У меня Жена Она У меня Химик Кандидат Наук Много Лет Уже Она Просто Как только Она Видит Статью Есть Некоторые Ресурсы Как только Она Видит Статью Про Химию Я Уже Здесь Даже Не Читаю То Что Касается Химии Потому Что Это За Гранью Добра И Зла Ничего People Have Спасибо Давайте Следующий Вопрос Здравствуйте Екатерина Первый Курс Телевидения Digital Media Как И Можно Либо Предугадать Тренды И Тенденции Развития СМИ Ну В данных Условиях Или Просто Если Мы Говорим Про Будущее Не Учитывая Интуитивный Уровень Про Который Вы Уже Сказали Можно Можно И Тот Кто Это Делает Тот Кто Вовремя Разглядел Очередного Лебедя Который Прилетел Тот Не только Профессионально Преуспевает Но порой Зарабатывает Много Денег Вот Когда Вот Замечательный Пример Появление Соцсетей Появление Возможностей Которые Дает Сеть 2.0 Ведь Это Очевидно Да Сейчас Нам Очевидно Что Поскольку У нас Есть Есть Такая Возможность Значит Существует Гражданская Журналистика Медийные платформы Можно Привлекать Людей Это Сейчас Все Очевидно А В 2005 2006 Году Это Не было Очевидно Ну Как Существует Всегда Существует СМИ Существует Газета Существует Окей У газеты Появился Интернет Сайт А что Что Можно Новое Вот Эта Новая Реальность Что Новое С ней Можно Придумать Вот Так Села Ариана Стасинополос По мужу Хаффингтон И задумалась Что Можно С этими Новыми Возможностями Сделать Ариана Была Молодой Журналисткой Очень Удачно Как раз Развелась С Хаффингтоном Получила Полмиллиона Долларов Как раз По итогам Этого Развода И у Нее Вот В мозгу Было Что Вот Эта Новая Реальность Позволяет Сделать Что-то Новое Она Сложилась Нашла себе Партнера Они Сбросились По полмиллиона У них Получился Целый Миллион Долларов Смешная Сумма Для того Чтобы Начинать Глобальные СМИ И они Начали Создали Интернет СМИ Под названием Хаффингтон Пост Через Некоторое Время Арианна Выкупила Свою Долю Партнера И стала Абсолютной Владелицей Кто-нибудь Знает Что такое Хаффингтон Пост Или Хаффпост Он сейчас Называется Ну окей Иногда Просто Поверьте Мне На слово Что Хаффингтон Пост Где-то Вот На рубеже Десятых Конца Нулевых Начала Десятых Годов Стал Невероятно Популярным Ресурсом В Америке Как я вам Уже Сказал В создании Хаффингтон Пост Нового Ресурса Нового СМИ Которое Стало Массово Привлекать Тех Людей Которые Раньше Не Существовали В СМИ Но которым Очень Хотелось Кто-то Хотел Поговорить Про науку А кто-то Хотел Поговорить Про Собак А кто-то Хотел Поговорить Про Спорт В котором Все эти Газетные Эксперты Ничего Не Понимают Они Просто Арианна Со Своими Партнерами Просто Создала Им Платформу Многие Даже Гонораров Не Получали А кто-то Получал Символические Гонорары Но им Было Важно Что Они Теперь Тоже Выступают В СМИ Потому Что Раньше Научные Конкуренты Или Еще Какие-то Другие Зажравшиеся Присосавшиеся К СМИ Люди Их Туда Не Пускали Значит На Создание Хаффингтон Пост Был Потрачен Миллион Долларов Спустя Пять Лет Арианна Хаффингтон Продала Права На Хаффингтон Пост И Сама Еще Осталась Там Главным Редактором Продала За Сколько Кто-нибудь Угадает За Пять Лет Какое-нибудь Смелое Предположение Ну Сколько Какой Может быть Процент Прибыли Она Вложила Миллион Долларов За Сколько Она Его Продала Неплохой Доход В общем Пять Миллионов Это Серьезно Кто-нибудь Еще Посмелее Выскажется Десять Классно На На Торговле Оружием Можно Уже Столько Заработать Нет Триста Пятнадцать Миллионов За Столько Ариана Хаффингтон Продала Хаффингтон Пост Америка Онлайн И еще Осталась Там На Хорошей Зарплате Главным Редактором Вот Ответ На Вопрос Можно Что Она Сделала Интуиция Да Интуиция Но еще И понимание Она Одно Из Первых Нашла Те Возможности Которые Предоставляет Новая Реальность Все Вокруг Это Видели А Использовала Это Ну Она Еще Еще Несколько Человек А Если Чуть Чуть Назад Отмотать В Конце В В В В В В В Годов Появилась Технологическая Возможность Камерам Благодаря Спутниковой Связи Появились Флайвейки И Драйвейки Ну В данном Случа Нам важнее Было Флайвейка Потому Что Ей Не Нужна Релейка Релейная Связь Она Может Стрелять Через Спутник То Есть Технологически Появилась Возможность Лучше Делать Новости Кто Придумал Круглосуще Круглосуточный Новостной Канал Ну CNN International Тед Тернер И Ему Показывали Сумасшедшие Кому Нужен Круглосуточный Новостной Канал Кому Нужен В телевидении Новости В телевидении Выглядели По-другому Новости В телевидении Это Был Ну Утренний Ток-шоу С Вертолетами Которые Снимают Дорожные Пробки И преследования И вечернее Значит Рассуждение Аналитиков Оперативные Новости Это было Радио Зачем Не надо Ничего Изобретать Уже Все Изобретено Есть Радио Прекрасный Способ Быстро За одну Секунду Вот Телефоны Уже Есть Уже И мобильные Начинают Появляться Хотя Вот такие Вот Здоровые Очень Хорошо Что Случилось Есть Радио Кому Нужен Круглосуточный Новостной Канал Телевизионный Появился Сумасшедший По имени Тед Тернер Он конечно Вложил Не миллион Долларов Я сейчас Не помню Цифры Они были Когда-то Публиковались Но там Понятно Там Речь Шла О Другом Порядке Денег Но Все Говорили Тут Сумасшедший Кому Это Нужно Круглосуточное Телевидение Новости На Телевидении Это Вечером На Диване С одной Стороны На Диване Садится Вся Семья А с Другой Стороны На Диване Сидит Уолтер Кронкайт Или Питер Дженнингс Или Дон Раудер И Рассуждают Вот Что Такое Новости На Телевидении Это Аналитика Это Красивый Прекрасный Благообразный Дон Раудер Или Питер Дженнингс И Замечательный Бархатный Волшебный Волшебный Голос Уолтера Кронкайта И Тем Не Менее Оказалось Что Все Таки Выиграл Тот Человек Которому Все Стучали По Лбу Что Ты Бегаешь Со Своими Проводками Кому Они Нужны Да Его Выручили Две Вещи Это Был 91 Год Произошло Два События На которых CNN International Стал Абсолютным Лидером Вот Только Что Он Был Каким Не Очень Понятный Вдруг Бух Он Выстрелил Одно Событие Произошло В феврале Это Была Война В заливе Первая Война В заливе И Тут Вдруг Выяснилось Что Все На Что Работал Тед Тернер Со своей Командой Умение Вести В прямом Эфире Умение Перестраиваться Все Его Все его Флайвейки Все его Спутниковые Тарелки Работа Продюсеров Потрясающая Умение Ломать Сетку Потому что До этого Телевидение Классическое Работало Жестко По сетке До Появления CNN В Американском Телевидении Был Практически Один Случай Когда поломали Сетку Ради Новости Это Было В 63 Году Кто Ни Догадается Что Произошло В 63 Году Нет Это Убийство Джона Кеннеди Карибский Кризис 62 Вот А так Работали Вот Есть Плейлист Еще Не на Компьютер Еще Напечатанный По Плейлисту Режиссер Идет Вот Все Это Вдруг Оказалось Востребовано Первое событие Это Война В заливе Про нее Даже говорили Что это Первая в истории Война В прямом эфире А злые Языки Даже говорили Что Американские Войска Не пойдут В атаку Пока Продюсер CNN Не махнет Платочком И На крыше Понял А все Все Не поняли Что Наверное 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 Это Смесь Аналитика Интуиция Хорошие советчики Не знаю Но История Показывает Что Да Тот Кто Первым Соображает Что Поменялось И тот Кто Первым Видит Возможности Тот С большой Вероятностью Выигрывает Единственная проблема Что мы все знаем Только тех Кто выигрывает А тех Кто разорился И застрелился Мы обычно не помним А они тоже есть Спасибо Ваши аплодисменты И Вопрос Алексей Любович Добрый день Меня зовут Денис Кипенко Я ученик Второго курса Мультимедийной Журналистики Вот У меня назрел вопрос Небольшое продолжение Вот вопрос Который задал Леонид Григорьевич Смотрите Произошла Очередная революция В перспективе Вот мы Немного Представили Пофантазировали То есть у нас Там условно По нейронным связям Доходит Как-то Ну условно Да Это будет Черный лебедь Или белый лебедь То есть В теории же Это может быть Там может быть Очень много Новостного мусора То есть Как вот Вы называете Липы Вот И Не станет ли это Допустим Каким-то Пиком развития То есть Может ли Вообще В информационной Среде Информационная Среда Достичь пика В развитии То есть Вот Вы рассказывали Про Теттернера То что Он что-то новое Привнес Вот Что-то новое Это телеграмм Новостные каналы Может ли быть Пик То есть Может ли Информационное Развитие Дойти до того Что Все Не будет Ни черного Ни белого Лебедя Будет только Такое Среднее Вот серое Развитие С черным Лебедем Вы немножко Путаете Давайте Черный Лебедь В отличие от Белого Лебедя Это непредсказуемо Белый Лебедь Это банальность Черный Лебедь Это Появляющееся Непредсказуемое Непредсказанное Явление Вот Поэтому Мне кажется Что Серый Образ Я его Просто Не очень Понимаю Про что-то Другое Может ли Достичь Предела А в какой-то Степени Он уже Достиг Предела Этот процесс Потому что Чаще Обновлять Новость Чем раз В секунду Невозможно В этом Смысле Все Уже Более Оперативными Новости Я же Не случайно Сравнил С Богом Это Приближение К Богу Который Является Абсолютом Любой В любой Это Абсолют В той или иной Степени Мы В значительной Степени В каких-то Вещах Мы уже Достигли Абсолюта Чаще Обновлять Новости Нельзя Все Они уже Обновляются Непрерывно В большем Количестве Мест Сделать Доступными Нельзя Они уже Вездесущие Сделать Их Более Всезнающими Нельзя Практически Ну там Какие-то Мелкие Серые Зоны Остаются Но в общем И целом Мы уже Знаем Все Так что В этом Мы достигли Предела Дальше Все Остальное Делать Так чтобы Они обновлялись Раз в полсекунды Но это Смешно Это Так же Как Дилетантские Разговоры Которые Ведутся Что Я слышал Такой Вполне Серьезные Люди Которые Говорят Ну вот Хорошо Сейчас Четкость Сейчас Сделали Да HD Потом Появилась 4K На горизонте 8K Который На горизонте Она уже Есть Сейчас В ней Уже Трансляции Идут Ну Я говорю Ну это Все Нет Не может Человечество Остановиться Дальше Будет 16K Это Ложная Логика Потому что Никакого 16K Не будет Это Не нужно Четкости Больше чем Различает Человеческий Глаз Человеческий Глаз Различает Одну Угловую Секунду Можно Делать 16000 Строк Можно Делать 32000 Строк С точки Человеческого Глаза Это Не имеет Ниакого Значения Все Мы достигли Предела Вот 8K Это Предел Дальше Только Объем Вот Следующее Что Видимо Будет Технология Телевидения Это Объемное Телевидение Грубо говоря Движущаяся Голограмма Все Четче Чем 8000 Строк Развертка Не нужна Потому что Глаз Глаз Так Воспринимает Вот То же Самое Чаще Обновлять Новости Чем Раз В секунду Смешно Обновлять Чтобы они Были Доступны Больше Чем Везде Смешно Делать Так Чтобы они Знали Еще Больше Значит Что Остается Остается Вот То Самое Разделение На Достоверное На Вот Эту Безумную Базарный Шум И Недостоверное И достоверное Вот Это То Что Я вижу Что Реально Будет То есть Предел В общем Уже Достигнут Способ Доставки Ну Может Будет Ну Сейчас 5G Получится Что Такое Чем С точки С точки Доставки Новостей Чем Лучше 5G Киношка Будет В HD Легче Грузиться С точки С точки Доставки Новостей Это Уже Ничего Не Поменяет Игрушки Будут По дороге В автобусе Будет Такие Игрушки Будут Классные Это Никак Не Влияет На Новости Спасибо Значит Что Хочу Сказать Время К сожалению Выходит Поэтому Сейчас Будет Вопрос Он Может Быть Завершающим Может Если Кто То Еще Подаст Знав Что Он Очень Хочет Вы Втроем Как Договоритесь Или Это Будет Совсем Экспресс Вот Прям Вот Такой Будет Экспресс По Последним Рядам Вот Так Мы Красиво Назовем Давайте Пожалуйста Здравствуйте Меня зовут Илья Бочкарева Я Студентка Первого Курса На Факультете Журналистики И У меня Есть Вопрос Могли бы Вы Назвать Свой Топ Три На каком языке Можно На английском И на русском Ну я Да Я абсолютно От всей души Считаю Что Арти Что На английском Что На русском Что На арабском А также На французском На немецком На испанском Да Я считаю Что Мы Очень Хорошо Это Делаем То есть Я Совершенно Искренне Считаю Второй Я не снимаю Все равно Как Мейнстрим Какой-то Второй Будет Экзотический Я думаю Что Никто Из вас Про него Не Слышал Он На английском Это Лучший Альтернативный Источник Новостей Во-первых Один из первых Вообще В истории Во-вторых Лучший Для альтернативы Это Consortium News Consortium News Был 25 Чем-то Лет Назад Учрежден Робертом Перри Роберт Перри Это Легендарный Журналист Расследователь Американский Человек Реальный Расследователь Это Не При всем Уважении К Вудварду И Бернстайну Это Не Расследование Иран Контрас Это Не Не Уотергейт Потому что Уотергейт Это на самом деле Тоже в значительной степени Липа Возможно Про Уотергейт Наверное все так или иначе Слышали Возможно Не все знают Что Уотергейт В основном Вертелся Вокруг Двух вещей Вокруг Того Что Демократическая Партия Пыталась Скинуть Республиканцев И Искала На них Компромат И Вокруг Того Что ЦРУ Работало На Демократов И Тот самый Легендарный Источник Который Был у Удварда И Бернстайна Так Назваемый Deep Throat Это на самом деле Был замдиректора ЦРУ А вот Расследование Иран Гейт Контракт Иран Контрас Вот это действительно Настоящее Журналистское Расследование Его Проводил Роберт Перри Тогда За это дело Получил В свое время Три Пулитцера Потом Стал Совершенно Персоной Нонграта Для Мейнстримного Американского Журналистского Сообщества Потому что Он Про другое Начал Рассказывать Начал Рассказывать Другие Новости И когда Он умер Два года назад Ни одна Сволочь Ни в Нью-Йорк Таймс Ни в Вашингтон Пост Ни в Лос-Анджелес Таймс И так далее Даже Трех строчек Не написала Некролога Про Самого Известного Американского Журналиста Расследователя Так вот Consortium News Дотком Это На мой взгляд Лучший Ресурс Для Того Чтобы Читать Альтернативные Новости То есть Те новости Которых Не Рассказывает Мейнстрим Которых Не Рассказывает Нью-Йорк Таймс Которых Не Рассказывает Гардион Тоже Некогда Я не говорю Уже Про Таймс Но Допустим Гардион Я вспомнил Потому что Когда-то Во времена Алана Расбриджа Это Была Очень Достойная Газета То Во что Его Сейчас Превратила Нынешний Главный Редактор Это Помойка Это Позорище Это Боевой Листок Правящей Партии Вот Consortium News Это На мой Взгляд Извините Четыре раза Повторяю Это Потому что Я считаю Что это Правда Потрясающий Источник И Выберите Себе Третий Любой Оппозиционный Ресурс Но Только Тот Который Вам Нравится Единственное Что Когда Будете Выбирать Проверьте Что Люди Не Врут Потому что Тенденциозная Информация Не Вопрос Пусть Это Вам Даст Какой То Другой Ну Не Знаю Например РБК Словно Говоря Считаете Ли Вы Ну На Мой Взгляд Коммерсант Очень Приличный Ресурс Если Ну Я Читаю Это Будет Сейчас Больше Трех Потому что Я Читаю Много Ну Например Русских Я Понимаю Что Вот Коммерсант Я Понимаю Что Там Те Традиции Которые Заложили Когда-то Яковлев И Его Коллеги Они Там Васильев Они До сих пор Живы Именно В смысле Достоверности Именно В смысле Сбалансированности Вот Кстати Коммерсант Хороший Пример Того Может быть Отвечаю На вопрос Молодого Человека О том Как Как Не Попасть Как бы В Противоречие С Законом Посмотрите Как это Профессионально Делают Журналисты Коммерсанта Которые Абсолютно Несервильные Абсолютно Не Про Правительственные Но При этом Очень Точно Наверняка Это Сочетание Конечно Очень Хорошей Редактуры Очень Хорошего Хороших Перьев Ну Лучший Пример Это Конечно Андрей Колесников Который Никто Не Может Сказать Что Колесников Пишет Про Власть С обожанием Колесников Надеюсь Есть люди Которые Читают Репортажи Андрея Колесникова Но При этом Этот Человек Который Всегда Никогда Нельзя Сказать Есть Статья Удачная Менее Удачная Никогда Нельзя Сказать Что Колесников Выходит За рамки Профессиональной Этики Ну И В том Числе Это Кстати Говоря Значит Что У них Хорошая Юридическая Служба Если Кому То Кажется Что Юридическая Служба Это Придумки Советского Российского Режима Вы Вы Поработали Постажировались В американской Газете В американском Телеканале Или Может быть Хотя бы Посмотрите Сериал Наверное Newsroom Если Не Видели То Посмотрите Я думаю Что Для Человека Который Любит Новости Он Кстати Переведен На русский Не Помню Как Называется Там Очень Хороший Есть Эпизод О том Как Человек Сказал На Полного Идиота Сказал Он Клинический Идиот И на него Подали В суд И вот Ему Выпускающий Редактор Говорит Ты Не Да Он же Правда Идиот Нет Вот Ты Мог бы Засудит Потому Что Ты Не Являешься Врачом Психиатром Маразм Да Но Это То В чем Живут Журналисты Во всем Мире Вот А вообще Я думаю Что Для меня Например Я Помимо Источников Я еще Иду За Конкретными Авторами Я Там Про Китай Я понимаю Что Мне нужно Искать Статьи Косарева Потому Что Он Про Китай Пишет Лучше всех Про Индию Я понимаю Что Нужно Искать Статьи Сергея Строканя Про Айти Я Ищу Статьи Голубицкого Который Кстати Говоря Был Постоянным Автором Новой Газеты Теперь Новой Газеты Нет Я Ищу Его По Другим Статьям Про Общий Некий Обзор Написанный Очень Хорошим Языком Это Конечно Максим Юрьевич Соколов Это Вообще Я считаю Звезда Допустим Про Современную Политику Я Где-то Еще Мне В этом Смысле Вот Мне Ценнее Вот Я Выбрал Себе Людей Про Которых Я Понимаю Что Они Не Несут Фигню Они Не Это Не Сирийская Обсерватория По Правам Человека Это Люди Которые Правда Имеют Контакты Во Власти В Бизнесе У Них Свои Много Лет Знаний Об Аналитические Способности Я Могу Не Соглашаться Но Я Понимаю Что Эти Люди Не Несут Фигню Большое Количество Людей Первый Раз В Жизни Открыли Википедию Прочли Китай И Начали Писать Стать Про Китай Спасибо И Три Экспресс Вопроса Последних Рядов Да Пожалуйста Здравствуйте Виктория Дэрис Факультет Первый Курс Факультет Мультимедийной Журналистики У меня такой вопрос назрел Как вы считаете Стоит ли нам Как будущим Журналистам Развивать себя Как бренд То есть Работать через Социальные сети И Как бы тем самым Возможно Становиться теми Блогерами О которыми мы говорили Транслирующим Своё мнение Не закончив Учёбу То есть Чтобы нам В будущем Стать более Конкурентоспособными Для наших Возможно Будущих Работодателей Нужно ли нам Это Во-первых Я считаю Что нужно Если вы Себя планируете Быть журналистом Одна из Очень важных Вещей Это Тренировать Себя И приучать Особенно если у вас Этого нет Врождён У меня Врождённость Дисциплины Плохо Мне это даётся Плохо Это Приучать себя К рамкам Приучать себя К режиму Никому Не нужен Автор Который Должен писать Колонку На 300 Строк Сдавать её Раз в неделю А он Каждый раз По средам А он каждый раз Ой Я не успел Да ладно Я сейчас Такую классную Статью Напишу Мне один раз Пришлось Это часть моей К сожалению Работы Изредка Беседовать С людьми Которых Приходится Увольнять У нас была Девушка Невероятно Интеллигентная Милейшая Девушка Мы с ней Как-то В столовую Разговорились Про Магрита Ну просто Кайф Ну просто Понятно Сейчас молодая Девушка Всегда приятно Поговорить Вот Такая девушка Про Магрита Потом мы Что-то Про Про Танги Потом мы Что-то Перелезли На На Эшера Ну прекрасно Вот мне нужно Этой девушке Рассказать Что мы К сожалению С ней расстаемся Она работала В испанской редакции У нее был прекрасный Испанский язык Вы что Знаете Как я замечательно Знаете Как я пишу Юля Я знаю Как вы пишете Но к сожалению Ваш Выпускающий редактор Говорит Что Когда вы должны Сдать статью Такого-то Объема В 4 часа А вы ее сдаете В 2 раза Большего объема На следующий день В 10 утра Да вы понимаете Как там было интересно Вот Так мы разговаривали В конце концов Я и придумал образ Говорю Юль Понимаете Информационные СМИ Это танк Он должен Идти Вот Там по дороге Кусты Какие-то Танк должен идти У него Должны Крутиться Гусеницы Вы мне сейчас Пытаетесь Убедить Что вы Вот этот самый Это самая Гусеница Из чистого золота Танку Не нужна Гусеница Из чистого золота Танку Нужна Гусеница Из хорошей стали Которая не рвется Это замечательно Что вы делаете Гениальную статью Завтра в 10 Но Нашему танку Нужна ваша Хорошая статья Сегодня в 4 А вы Судя по всему Этого сделать не можете Вот на этом месте она сломалась Да Да Знаете я поняла На самом деле Действительно не мое Слава богу Мы с ней расстались Она ушла по моему На канал культура Потом еще куда-то Все Все остались счастливы Ну не знаю Не знаю Но С другой стороны Если вы Не можете Не надо людей обижать Специально Но сказать Что я никогда Никого никогда не обижаю Ну что вы Мне тогда Иногда даже Говорят фразу Я по-английски Я ее сформулировал This is not fair Мне сказали Я сказал I'm not in the business Of being fair I'm in the business Of running a TV channel Перевести Он говорит Ну это же несправедливо Там сказал человек Потому что там Он пропустил Его не было в тот момент Когда была возможность Там вот поехать В какую-то очень Комендировку Я сказал Я не занимаюсь Моя работа Это не быть справедливым Моя работа Делать так Чтобы телевизионный канал Работал Вот Поэтому да Иногда То что вы делаете Оно По неволе Может выглядеть Несправедливым С точки зрения Вот Иногда Такие неприятные решения Напомните Сейчас Я что-то увлекся Личный бренд Личный бренд Так вот Вот очень важно Да Так вот Важно Во-первых Себя приучать Вот если вы решили Что вы Помещаете пост Раз в день Значит Помещаете его раз в день Как бы противно не было Как бы не хотелось Пойти с другом Милом Вот Это ваше Или раз в два дня Во-вторых Надо просто Набивать руку себе Это тоже плюс В-третьих Если вы себе Не надо писать о том Чего вы не знаете Не надо писать о высоких проблемах Не надо писать о философии Не надо писать о проблемах поколений Не надо замахиваться Если только у вас нет Почему-то каких-то Особых к этому складностей Писать надо о том Что вы умеете О том Что вы знаете Но безусловно То, чтобы вы не стеснялись Это показать И если вы В рамках этого Способны Применять разные навыки Это прекрасно Потому что Опять-таки Я смотрю на это Как медиа-менеджер Кого я хочу себе взять на работу Вот представьте себе Мне нужен человек Мне нужен человек Который бы Умел писать Мне бы Хорошо бы Человек Который умел снимать Человек Который мог бы Сделать хрипушку Все понимают Что такое хрипушка Да? Ладно Потом вам объясню Человек Который мог бы Найти гостя То есть Выполнить работу Продюсера Желательно Чтобы сам поехал На машине Вот представьте себе Загорелось Я руководитель Небольшого районного СМИ Или там Областного Мне сообщили Что пожар Мне нужно туда Послать съемочную группу Водитель Продюсер Чтобы он там Все нашел Оператор Корреспондент Чтобы она такая Вся красивая Сказала Я Маша Иванова Стою у меня за спиной Вот Мечта Вот И вдруг у меня есть Какая-нибудь Катя Петрова Которая говорит А я все это могу одна Я ввожу Машину Я снимаю Я монтирую Я вам там Монтажер Не, не нужен Я вам там На лэптопе смонтирую Вам отправлю Да, я нормально Я синхрон сделаю Да, я В Заметочку положу Потом В сеть Да, я потом еще Вечером приду в студию Я еще в качестве света Еще в студии Посижу с ведущим Ну, кого я возьму Шесть человек Вот тех Или Катю Петрову Значит Чем больше у вас Навыков Вот практических Абсолютно Тем более Вы ценны Я Как Медиаменеджер Я хочу Нанять Универсального солдата Если у этого Универсального солдата Есть одна Очень сильная Чем Например Человек Классно монтирует Или человек Классно обращается С датой С данными С большими данными Может классную визуализацию сделать Или человек Классно Пробивной Как сумасшедший Куда угодно Пролезет Найдет личный Мобилу Путина Найдет Возьмет интервью Узнает Что вы думаете О Татарстане О Татарстане Поэтому я сторонник Статью о том Статью о том Как нигерейцы Татарстане Категорестане Не знали про историю журнали Здравствуйте Что она пишет Что какие-то вещи Спортивные отчеты Какие-то такие Достаточно Простые Но очень приличным Языком написанные Во всяком случае Потребность в информации Она уже удовлетворяет Это верно Мне кажется Что До аналитики До какого-то Образного мышления То есть до того Что можно назвать Качественной журналистикой Мне кажется Она в обозримом будущем Не дотянет Просто потому что Это очень трудно Запрограммировать Как только вы начнете Пытаться Заставлять машину Использовать Какой-то сложный образ Начнет получаться Абракадабра Начнет получаться Русский язык Густами иностранцы Или наоборот То есть Поэтому я думаю Что Качественную Классную журналист Я думаю Что ни Андрея Колесникова Ни Максима Соколова Ни Михаила Ростовского В обозримом будущем Заменить будет нельзя А вот Такую вот Паденную работу Такой вот Простой информашки Да Думаю Что это Абсолютно реально Я думаю Что это Вы с этим столкнетесь Очень скоро Придумывать машина Не сможет Машина может Механически Визуализировать Может А вот Придумать Как это сделать Прикольно Прикольный поворот Темы Я думаю Что машина не сможет Вот по крайней мере В обозримом будущем И вот Тогда На вас Для вас Останется Если вы В этой профессии Для вас Останется Придумывать Это Гораздо Интереснее На самом деле Спасибо Будет вопрос А вы Не хотите Ничего еще Уточнить Удовлетворены Все Тогда будем Завершать Никто Больше Не чувствует Ну давайте Ударный вопрос Да Вот Просто Завершающий Совсем Всегда Хочется Чтобы кто-то Взял на себя Смелость Открыть Сессию Вопрос Ответов А другая Смелость Закрыть ее Пожалуйста Здравствуйте Меня зовут Карина Я со второго курса Мультимедийной Журналистики Хотелось бы Вопрос Задать Про профессионализм Журналиста Насколько Уместно Например Конкретный вопрос Получается Например Освещать теракты Как правильно Их Освещать Допустим Уместно ли Уместно ли Говорить Имя Фамилию Например Террориста Схему Зала Размещать Например Школьного Кровавые Какие-то кадры Или что-то Вот такое Что может Позволить себе Журналист Целый спецкурс По этики Да Это целый Спецкурс Это Каждый раз Зависит Во-первых Это зависит От конкретного Стайл гайда Или каких-то Как 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 Основополагающих Вещей Того СМИ На которой Вы работаете Например У нас На арте У нас нельзя У нас Запрещено Незаблёренные Без шашечек Лица Убитых Людей Показывать То есть Мы Немним Нас Принцип У нас Принцип Мы не показываем Убитых Мы их Значит Если Это надо Показывать То значит Они Закрываются Шашечками И Это Наш выбор Но На самом деле Это Я не могу Сказать Что это Делают все И что Это Обязательно Недопустимо По-разному Дальше Конечно Это Очень Такая Серая Зона Это вопрос О том Что сделать Для того Чтобы Как сделать Чтобы с одной стороны Максимально Рассказать Понятно Мы все На этом живем Мы все Быть первым Рассказать Больше А тут Возникает Что из этого Видят Террористы Сами Ну вот Пример Это То что было Во время Норд-Оста Ну и Совершенно Позорнейшая История Считаю Что вот Это то За что Я При всем Моем Уважении К некоторым Авторам Новые газеты Ныне Закрытые При том Что я Хорошо Отношусь К Муратову Вне Зависимости От того Что Он Нобелевский Лауреат Правда У нас с ним Просто Хорошие Личные Отношения Но вот Я например Считаю Давайте Я произнесу Это мое Личное Мнение Я Например Считаю Что То Что по итогам И во время Особенно по итогам Теракта Делала Костюченко Это просто Бесстыдство Это когда Ну для меня Это еще тема Такая Может быть Дополнительно Больная Потому что У меня есть Осетинские Корни Я знаю Там людей Я был на этом Месте Потом Я Видел Это страшное Зрелище И вот Это На мой Сгляд Пример Просто Абсолютного Человеческого Бесстыдства Когда Уже Все знают Все понимают Что Наверное Там можно было Чуть лучше Этот штурм Организовать Но понятно Что это была Вот та ситуация Совершенно Звери Которые Захватили Детей Каждый год 1-3 сентября Это Вместо праздника Становится Воспоминанием Об этом И когда Журналистка Занимается Тем Помните Был такой Гробовой Который обещал Людям Что он Оживит их Покойных Людей Ну это Совершенно За пределами Человеческого Добра и зла Вот то же самое Делает Журналистка Которая Культивирует Какую-то Маленькую Группу Матерей Беслана И им Рассказывает Нет Ваших детей Могли Спасти Нет На самом деле Эти Они там За свободу Боролись А вот Ваших детей Не все Сделали И вот Это Год за Годом И уже Долгими Годами Это все Для чего Это не за День Я не думаю Что это за День Это вот Такое Расчесывание Своего Самолюбия Вот я Какая Вот Это вот Пример Того Что на мой Сгляд За пределами Вот это Все Человек Для меня Как журналист Не существует Вообще Никогда Нигде Вот Что бы Она там Не делала Но это Крайний Дальше К сожалению Вот Так же Как и Во время Любых Военных Действий Контртеррористическая Операция Специальная Военная Операция Как только Вы туда Попадаете Вы попадаете Под Определенные Ограничения В норме Назначается Ответственной За работу С прессой Который Вам Говорит Иногда Это может Быть Человек Который Запрещает Все Это Очень Плохо Возникают Проблемы Возникают Скан Мы Начинаем Человек Начинает Звонить В Москву Мы Начинаем Звонить В Генштаб Генштаб Звонит Тому Тот Говорит Ничего Подобного Она Все Врет И так Далее Бывает Чем Дальше Тем Больше Так же Как везде Выращивают Нормальных Пресс Секретарей Так же Тем Дальше Тем Больше И Полиция И ФСБ И Армия Выращивают Себе Тоже Нормальных Людей По связям С прессой Которые Тоже Понимают Да Мы тут Делаем Свою Работу А вы Делаете Свою Работу Ребят Значит Давайте Вот Так Вот Вот Это Можно Вот Это Нельзя Ни в коем Случае Вот Это Лучше Уточните У меня Я Спрошу Лишний Раз Потому Что Никакой Ваш Супер Эксклюзивный Репортаж Не Стоит Убитых Людей По вашей Вине А Это Происходит Это Вот То Что Произошло Свобода Прессы Душители Свободы Почитайте Подробнее Если вам Интересно Это Жуткая История Но В каждой Жуткой Историей Можно Сделать Какой-то Вывод Поэтому Это Должно Быть Абсолютно Жесткой Жесткой Границей За которую Вы не Уходите То Что Вам Определите Границы Которые Вам Определил Руководитель Спецоперации Или Ответственный За Отношения А иногда Вы В ситуации Когда Никого Нет Спросить Не у кого А тут Эксклюзив И это Бывает Связано Не только Контртеррористической Операцией Это вообще Это бывает Связано Очень часто С какими-то Личными Вещами Когда Какая Классная История Она Осталась Сиротой А потом Выросла А потом Ее Десять лет Держали В подвале Насиловали А потом Она вышла И сейчас У нас Эксклюзивное Интервью Вот Тут Вообще Нет никаких Стопроцентных Рецептов Это Тяжелая Ситуация Спасибо Будем завершать Может быть Единственное Что хотелось бы Еще спросить Не на прощание Надеюсь Что мы еще Будем встречаться И в связи с этим Последнее Что хотелось бы Уточнить Может Можем ли мы Это прежде всего Интересует Конечно Студентов Высшая школа Журналистической Медиа Коммуникации В лице Студентов Рассчитывать На Более плотное Сотрудничество С Арти Скол С вашими Структурами Подразделениями Которые Занимаются В том числе Поиском Молодых Перспективных Талантливых Сотрудников Понятно Значит Я буду уверен В том Что сказал Я вам буду Говорить правду Потому что Она Она совершенно Точна Чем я Если я вам Честно Говорю Всякого Что вам Даст Надежда Значит Смотрите Арти Скол Это у нас Такой Прикладной Инструмент С помощью Которого Мы Ищем Как мы Хотим Надеяться Самых Лучших Людей Которые Нам Подходят Понятно Что Если у Вас Китайский Вот То У вас Шансов Может быть Немножко Больше Тем не Русскоязычные Проекты У нас Есть Арти Скол Не Заменяет Образование Университетское Я Вообще Верю В то Что Университетское Образование Должно Давать Базовое Образование И Я Очень Желаю Вам Чтобы Оно У вас По Завершении Курса Было Вам Никто Не Мешает Параллельно Написать В RT School Я думаю Что Это Стоит Лучше Делать Индивидуально Пожалуйста Адрес RT Вы Найдете На Этом Сайте Как Связаться Со Школой Вы Найдете Если Вы Не Найдете То Вы Точно Ошиблись Дверью Вот Дальше Вы Пишите А Вот Как Бы Я Мог Как Бы Я Могла Дальше Вы Получаете Тестовое Задание Мы Специально Это Все Сделали Мы Начинали С того Что Мы Просто Брали Людей Которые К нам Приходили На Стажировку Практически Всех Потому Что У нас Был Такой Принцип Как С самого Начала Который Маргарита Поставила Что Надо Должны Мы Должны Быть Открыты Для Всех Ну Понятно Что Потом Физически Невозможно Ньюсрум Умрет Если Туда Сажать Сюрни Стажиров Поэтому Мы Постепенно Это Изменили Формат И сделали Вот Такую Школу Это Абсолютно Практические Вещи И мы Специально Сделали Ее Онлайн Потому Что Мы Действительно Вот Прям Говорю Как Есть Мы Ищем Вот Этих Самых Замечательных Звездочек По всей Стране Слава Богу Возможности Сети Дают Возможность Людям Которые Хотят У которых Есть Голова И Некоторые Еще Желания Некоторые Усилия Применить Дает Им Те же Самые Шансы Что И Любому Жителю Большого Города И Поэтому У нас Есть Целый Ряд Людей Которые К нам Пришли Которые Из Каких Совершенно Мест Названия Которых Я никогда Не слышал Но Это Замечательные Талантливые Ребята Именно Поэтому Придумали Эту Сеть Заданий Они Вам Никто Не мешает Попробовать Но Я Не хотел Давайте Так Если Есть Какие Возможности У Артист Клуб Потому что Это Совершенно Отдельное Подразделение Они Занимаются Этим Если У них Есть Возможность Что-то Такое Подробнее Сделать Для Вас Но В принципе Вот Сегодняшняя Лекция Которую Я читал Наши Ребята Ее записывали И для Артист Кул Тоже Использовали Чтобы Я Не работал В холостой Еще И для Этой Цели То есть Ничего Никаких Там Супер Открытий Чего-то Такого Что Вы Узнаете Сокровенное Знание И тут Сразу У вас Жизнь Станет Совсем Иной Там Не Будет Но Если Окажется Что у вас Есть То Чего мы Ищем То Тогда Вы Как-то Так Постепенно Сможете Там Прогрессировать Ну И в Конечном Итоге У нас Задача Это Очень Простая Мы Действительно Искренне По всей Стране Ищем Самых Самых Лучших Потому Что Мы Считаем Что У нас Работа Тяжелая Если Кому-то Кажется Что Это Легкая Работа Забудьте Информация Это Тяжелая Работа И Еще Одна Важная Вещь Вот Давайте Чем Я Закончу Новости Надо Любить Без Этого Работать В Новостях Бессмысленно Новости Они Не Должны Новости Надо Любить Вот Если У вас Заканчивается Смена В Ньюсруме В 12 ночи Вы выходите И в этот Момент Взрывается То Человек У которого Нет Я хочу Назад Я хочу Отрабатывать Эту Новость Ошибся Дверью Я Употребляю Глагол Любить Специально Подчеркиваю Три раза Не в значении Like А в значении Love Вот так же Как вы Молодого Человека Вы не можете Вот у вас есть Любимый Молодой Человек Вы не можете Сказать Я тебя Люблю С 10 До 18 Дальше У меня Начинается Личное Время Вот К новостям Человек Которому В новостях Хорошо Испытывает Примерно Вот Такие Эмоции Как только Вы перестали Эмоции Испытывать Все Значит Вы Новостям Разнонравились И Они С вами Развелись Поэтому Стоит Либо Это не То что Это не Самая легкая В жизни Работа С ночными Сменами С гонкой Вот Человек В ньюсруме Это Электровеник Это совершенно Определенный Тип Тип Нервной Системы Хотя Есть Ниша И для Аналитика У нас Замечательный Был парень Который Вот все Носятся А он Такой Сидит Такой Какой А потом Выдает Блестящий Аналитический Материал Но В целом Вот Новости Вот Если У вас Есть Потребность Все время Их искать И О Я нашел Вот это Для себя Ага Об этом Мне написано Ага Вот тогда Может быть Это Ваше Ну а дальше Насколько Вы подходите Ну вот Вот уже Вот Спасибо вам огромное Спасибо всем До встречи Спасибо